приветствую друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу топ 5 ошибок которые чаще всего совершают танкисты на моем канале очень давно существует рубрика разбор ваших ошибок вы присылали реплеи я их смотрел разбирал рассказывал вам в чем там были ошибки и показывал как их нужно исправить в этом же видео я расскажу про 5 ошибок которые были чаще всего и так первая наверное самая популярная ошибка это в начале боя непонятно куда ехать но в картошке все довольно таки просто очень много стандартных направлений чаще всего это просто левый фланг левая дорожка и правый фланг правая дорожка и все в одну сторону чаще едут более бронированные танки в другую более ватные практически на всех картах также если на фланге нету союзников то и вам там делать нечего из этого вытекают следующие ошибки а когда ехать в атаку по флангу или может быть пора уже и отступать опять же все очень просто смотрите на мини карту и считаете сколько на фланге союзников сколько врагов это все взаимосвязано все эти ошибки если вы изначально все правильно делаете вся череда и цепочка правильных действий не даст вам ошибиться и будет правильно сыгранный бой и так если мы смотрим вокруг а для того чтобы смотреть вокруг нам нужно после того как мы в кого-то стреляли обязательно выходить из прицела смотреть по сторонам смотреть на мини карту мы смотрим сколько на фланге союзников врагов какие из них в топе играют какие внизу списка слабые и сильные танки и кто из них уже шотный а кто фуловый и если у вас допустим больше союзников но не все шотные или слабые 8 уровня а против вас много имбовых десяток то скорее всего ваш фланг все сейчас рассыпется и вам нужно отступать тем более если в бою есть арта то скорее всего шотные скоро сплэшем поумирают даже если находятся за укрытием значит нужно отступать и занимать позицию где получится лучше пострелять вырисовывается правильная череда действий в начале боя смотрим на мини карту смотрим куда едут союзники на какой из флангов можем поехать мы с ватными танчиками в кустиках постоять или с бронированными в городе или во всяких там горках постреляться от скал от укрытий смотрим куда поехали союзники приезжаем опять же смотрим на мини карту стреляем выходим с прицела смотрим вокруг смотрим на мини карту определяем чей фланг сильнее и в зависимости от этого двигаемся либо вперед либо назад и после того как выиграли на фланге снова смотрим на мини карту чтобы определить ехать защищать базу или ехать добивать врагу это целая очереда и цепочка ошибок, которые могут вообще не происходить, если правильно все последовательно делать. Вся суть игры сфокусирована на концентрации и контролировании всего боя через мини-карту. Третья ошибка, которую вижу практически каждый реплей, который вы присылаете, это вы не проверяете контур врага. Допустим, враг светится, видно его контур, когда наводишь на него прицел, но сам танк не видно, он за кустами или еще за чем-нибудь, находится за деревьями. В кустах очень часто находятся всякие трупики, камешки и укрытия. Получается, что контур видно, но из этого контура простреливается только часть, и очень многие стреляют просто при виде контура, но это неправильно. Вы можете стрелять в самую крайнюю точку, которую видно на самом деле, но поскольку за кустами ничего не видно, ее нужно самому найти по юлозил прицелом по врагу. И определив, где середина прострела. Четвертая ошибка, которую часто замечаю, заключается в стрельбе. Техника стрельбы в World of Tanks сразу бросается в глаза. Как человек играет, плохо или хорошо, это заметно мгновенно. Нужно пользоваться скоростями, чтобы из-за поворота выезжать и уже быть сведенным, сразу стрелять и сразу заезжать назад в укрытие. Также стрельба на упреждение. Очень часто вижу, как люди не понимают, для чего и как стрелять на упреждение. Вам нужно перед танком, который где-то далеко там едет, выбрать точку, где он будет проезжать и вовремя нажать выстрел, чтобы вражеский танк въехал сам в снаряд, который летит в ту точку, которую вы правильно выбрали. Ну и последняя ошибка, она так сказать глобальная, о понятии того, что такое World of Tanks, как в него играть, для чего и не легче ли сказать, что в игре просто все решено за нас и можно играть как попало. На самом деле в игре все известно, все механики известны, все очевидно, геймплей понятен, но почему-то люди говорят, что все за них уже давно решено. Но ведь если известно, что рандомная стрельба, что рандомная альфа и пробитие и много слабых игроков в каждом бою, что нам мешает этим всем пользоваться, ведь это все известно. Если рандомная стрельба, что нужно делать? Нужно стараться минимизировать разброс, что я и объяснил в каждой из ошибок и для чего это делается. Чем чаще мы стреляем с маленького прицела, сведенного, тем чаще мы попадаем. Но для того, чтобы сводиться, для этого пользуемся скоростями. R вперед первая скорость, F первая скорость назад. Также мы постоянно должны находиться в укрытии. И когда мы на долю секунды вылазим из укрытия, мы должны показывать врагу ту часть танка, которую он вряд ли пробьет. Мы повышаем шанс, что мы попадем и снижаем его для врага. Вот в чем суть World of Tanks. Занимать правильные позиции, смотреть на миникарту, тактически создавать себе правильные условия в бою, для того, чтобы много и бесплатно, безнаказанно стрелять. Часть снарядов по-любому будет без урона, поэтому нам нужно много стрелять. Для того, чтобы много стрелять, нужно выбирать правильные направления, занимать позиции, где вас не будут убивать и не задавят. Но при этом вы должны стрелять по врагу много, потому что вы никогда в жизни не пробьете все выстрелы. Потому что стрельба рандомная и выберная. Это все известно и очевидно. Но для этого нужно стараться, не гореть, держаться в руках и иметь мотивацию, чтобы играть хорошо в этой игре. Но многие просто так берут и говорят, что все в игре решено за вас. Как вы сыграете, такой результат и будет. А вот нравится игра вам или не нравится, и если у вас мотивация в нее играть, это уже другой вопрос, который к этому видео не относится вообще. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока.